Всем привет, с вами я, Хэппи Фрэш. Словами не описать, сколько же игроков ежедневно получают бан в Роблоксе навсегда, по разным причинам. Некоторые из этих игроков когда-то были известными и успешными, отчего причина их бана становится крайне интересной. Да, ребят, это уже пятая часть забаненных аккаунтов в Роблоксе, и это уже финал. Но, ребят, опять же такие по традиции, постойте. Но я увидел, как вы дико активите, и мне стало дико приятно. Многие люди полюбили эту рубрику и хотят продолжений, но если я так закончу, это будет очень плохо по отношению к вам. Но, ребят, решил, я буду снимать эту рубрику, пока она вам не надоест. Ребят, но перед началом этого видоса, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что у меня скоро на канале 100 тысяч подписчиков. Ну и мы под прошлым видосом не смогли набрать 10 тысяч лайков, поэтому, ребят, я не буду наглеть, и попрошу вас 5к лайков. Но перед началом небольшая реклама. А спонсорам сегодняшнего видео выступает лучший магазин по продаже самых дешевых робоксов с моментальной выдачей. robux3.com За 37 рублей вы сможете получить целых 100 робоксов. Также робокс 3 проводит конкурс на 10 тысяч робоксов до 23 августа. И на этом они останавливаться не собираются. Скоро будут еще конкурсы, дабы все могли выиграть робоксы. Заходи на сайт, делай выгодные покупки именно с нами. Ссылочка на сайт и на конкурс на 10 тысяч робоксов в описании. Так что же, ребят, давайте уже начнем и поговорим об самых интересных случаях банов робокс аккаунтов. И первый аккаунт в сегодняшнем списке ArmyMan3D1. Да, ребят, очень странный ник. Он был бывшим модератором робокс форума. Он работал в 2009 году, но он был забанен после якобы помощи в распространении читов игроку. Но есть и другая, также непроверная версия. Про то, что он превышал свои полномочия модератора. Винения о нем были снижены. Их можно было обстановить в прощальной ветке форума, опубликованный менеджером сообщества RaceMCBlocks. Но в итоге он все равно не покинул робокс. И по сей день принимает участие в различных группах, на военную тематику, на альтернативном аккаунте. Psydoxy был разработчиком известной своей игрой. Spritting Simulator, которая в свое время неплохо захайпилась. Эта игра была опубликована его группой Dark Productions, которая все еще существует. Однако она закрыта. В ней сейчас находятся два участника. Сам Psydoxy и его альтернативный аккаунт. Кстати, вот его ник альтернативного аккаунта. Потому что вы сами видите, что он просто нечитаемый. Который, кстати говоря, тоже забанен. 6 февраля 2018 года, его аккаунт забанили по неизвестным причинам. Владелец аккаунта пытался его разбанить, но безуспешно. 4 июля 2019 года, неизвестный пользователь вкинул множество ботов в игру под названием Похороны Psydoxy. Из-за чего она попала в топы игры Роблокса. Диклайн владельца этой игры, Holy Ghost, очень намекает на то, что это очередной альтернативный аккаунт Psydoxy. Следующим челиком у нас будет Dexper Fresh. И нет, это не мой аккаунт. Не безизвестный разработчик игр, Free Admin. Которая до сих пор доступна и очень популярна среди игроков. Но даже такой с виду беззабитный человек может скрывать множество плохих вещей. Факт, что он обманывал людей на робоксы, накручивал себе визиты и даже делал геймпассы, которые типа тебе дают робоксы. А другие же геймпассы на его плейсе были просто нерабочими. И уж точно не из-за умелости автора. Его обвиняли очень многие игроки. Кстати, у него был свой канал на ютубе, на котором он воровал превьюшки для видео у популярных ютуберов по робоксу. На часть обвинений он реагировал извинениями, а на другую часть обвинениями в клевете. В конце концов, такого алчного робокс-игрока просто забанили. Ну и правильно сделали. Печально известный игрок под ником Daylon50 проставил со своей игрой Stamper Builders Universe. Которая была расширенной вселенной игры про строительство под названием Welcome to Blox Building. Также у него было несколько других игр про строительство. Но они не добились такой же популярности, как первая часть. Daylon был активным игроком. Часто общался на робокс-форуме. Был главой некоторых роли-плейных групп на тему школы. И да, в целом не делал ничего такого плохого. Но в январе 2018 года его аккаунт был забанен. Так как в его играх не очень хорошо работал фильтр чата. Сейчас он играет на альтернативном аккаунте. И следующий игрок сотворил воистину безумную вещь. Macapack 3. Создавшим аккаунт в 2008 году. Начал набирать свою популярность около 2011 года. Он любил троллить людей на форуме и имел собственную группу, которая называлась The Mac Kingdom. Он часто покупал рекламные места, чтобы обретать известность. И в 2014 году он совершил это. Он потратил 2 миллиона тикетов на саморекламу. Из-за чего 98% рекламных баннеров были заняты им. Да, кстати, рекламные баннеры это когда вы заходите в роблокс и вы видите вот такую вот рекламу. Только представьте, насколько это много, даже был известный случай, когда он продал модельку с золотой статуей себя за роблоксы. За что получил двухнедельный банн. Но в итоге, за то, что он щитрил и злоупотреблял рекламой. Его забанили навсегда. Наш сайт, ребят, это конец этого видосика. Спасибо просто огромнейшее, если бы досмотрел это до конца. Надеюсь, ты поставишь свой лайкосик, потому что я старался. И если ты не подписан, то не забывай подписываться и, естественно, ставить колокольчик. Ну и всем до новых встреч и всем пока.